Формат пресс-конференции, два вопроса от российских и украинских журналистов. Прошу вопрос от российских журналистов. Пожалуйста, Маяк. Добрый вечер, Катя Некрасова, Радио Маяк и Вести ФМ. Вопрос по газу. Вы сказали, что удалось сегодня договориться о корректировке некоторых предыдущих договоренностей, чтобы не возникло новых проблем и могли бы уточнить, о чем идет речь. И, судя по всему, вас устраивает контракт, который был подписан в начале года. В этом связи интересно узнать ваше мнение о сегодняшнем публичном письме, которое Виктор Ющенко направил в адрес президента России. Вы считаете, эти контракты не совсем справедливыми, в частности, заниженные цену за транзит. Вопрос к обоим премьерам. И, Владимир Владимирович, если украинская страна все-таки решит поднять цену за транзит, то будет ли Россия предпринимать какие-то ответные меры? И еще последнее по поводу кредита. Записывать надо. Простите. По поводу кредита. Рассматривается ли сейчас вообще вопрос о представлении России и Украины кредита на модернизацию газо-транспортной системы? Спасибо. Давайте сначала. Давайте. Первый вопрос по поводу... Я уже сама забыла. По поводу сегодняшней договоренности о конкретизации. Да, значит, вот по поводу того, о чем мы договорились и в чем проблема. Проблема, как мы себе представляем, и украинские коллеги неоднократно поднимали вопрос, с уплатой санкций штрафных за невыборку газа, за невыборку тех объемов, которые были законтрактованы. Это обычная общемировая практика. И такие контракты «Газпром» подписывает не только с Украиной, со всеми своими партнерами в Европе. Я хочу это подчеркнуть. Это не какой-то коварный эксклюзив для Украины. Это общее правило. Первое. Второе. Имея в виду условия, в которых находится экономика наших стран и Украины, прежде всего, в данном случае, мы прекрасно понимаем, что объем потребления упал. И поэтому, имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Натом» и «Украиной», принято решение не предъявлять этих санкций. И я еще раз хочу публично это подтвердить. Санкции предъявляться не будут. Третье. Что сделать для того, чтобы эти санкции не генерировались в следующем году? Мы приняли сегодня решение. Несмотря на ранее достигнутые заговоренности об объемах закупки газа, Украины, «Газпром» и «Нат-Украины», договорятся о новых объемах и согласуют эти поставки. Не будет излишнего объема, который Украина хочет законтрактовать, не будет из санкций. Это очень простое решение и приемлемое для всех, без всякого ущерба для подписанных ранее контрактов. Что касается того, что Украина может поднять плату за транзит, как будет действовать «Газпром», Украина поднимет плату за транзит. Потому что это предусмотрено контрактом, который мы подписали в начале этого года. Мы договорились сразу и мы проинформировали общество из наших стран. Украина нам оставила транзит прошлого года, уровень транзита. А мы сделали скидку 20% от европейской цены. В следующем году не будет этой скидки, но и не будет никаких льгот по транзиту. И плата за транзит увеличится больше, чем плата за газ. Плата за транзит у нас увеличится примерно на 60%. Мы это знаем, мы пошли на это сознательно. Здесь нет ничего необычного. Повторяю, это в рамках контракта. Все это предусмотрено. «Газпром» пошел на это, повторяю, с открытым забралом. Все, здесь ничего нет конфронтационного. И еще я хотел бы вот что сказать. Действительно, за многие последние годы Украина впервые, последовательно и в полном объеме исполняет все свои обязательства. И это, конечно, очень существенный фактор повышения энергетической стабильности в Европе. Я должен отдать должное правительству Украины, оно исполняет все свои контрактные обязательства. Кстати говоря, и формула цены, и формула транзита – это европейское исчисление того и другого. Никакого эксклюзива и никакой засады здесь ни для кого нет. И в этом смысле просто Украина полностью интегрировалась в те принципы взаимоотношений, которые «Газпром» на протяжении уже двух десятилетий выстроил со своими европейскими партнерами и полностью исполняет эти обязательства. Нам нужно, уверенно, дорожить тем, что мы достигли, а не разрушать для того, чтобы ввалить это все снова в кризис и хаос. Мы со своей стороны будем исполнять все взятые на себя действия. Я могу к этому добавить только лишь несколько слов. Во-первых, еще раз хочу подтвердить, что Украина имеет между НАК «Нефтегазом» и «Газпромом»…